Сегодня день, когда часть студентов переодеваются в военную форму. Развод, все стоят по стойке смирно, готовые к началу занятий. Наступает торжественный момент поднятия флага, затем звучит гимн России и Ингушетии. Поставив перед курсантами задачи, заместитель начальника центра отдает команду всем разойтись по кабинетам. Военно-учебный центр был создан на базе Ингушского государственного университета. Здесь своя особая атмосфера. Дежурный и несколько дневальных. Все согласно уставу Вооруженных сил России. На дежурстве сегодня Муслим Могушков, который учится на юридическом факультете. В военно-учебном центре у него появилась возможность освоить параллельно еще одну профессию старшего инспектора военной полиции, а с ней и получить военный билет. С детства был интерес именно военному делу, строевой подготовке, к обучению и тактической подготовке. Так получилось, учился на юридическом факультете Ингушского государственного университета. Так получилось, что открыли военный учебный центр в простонародье военной кафедры. Так захотелось обучаться и в гражданской сфере, и в военной сфере, военной подготовке. Для получения военного билета Муслиму необходимо отучиться четыре семестра, в то время, когда обычных инспекторов учеба продлится не более трех полугодий. Это при условии, что курсант не будет отчислен из Ингушского государственного университета и успешно завершит обучение в университете. Такой подход автоматически мотивирует ребят на учебу по их основным гражданским специальностям. Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели. Содержа промышленности территории. Отопление, проветривание и освещение. ИСАД Салоев помимо получения военного билета планирует также освоить военные знания, которые в будущем помогут пригодиться для защиты Родины. Военное искусство ИСАД решил осваивать еще с юности. Родители же посоветовали обзавестись в начале гражданской профессии. Парень для себя принял решение после университета отправиться в армию. Сейчас он рад, что есть возможность совместить учебу с военной подготовкой. Занятия интересные, особенно по строевой подготовке, так как тут первый-второй курс, никто ходить строевого шага не умеет. Также интересные тактические занятия, на которых мы изучаем тактики боя и все остальное. Занятия провел уже пять рабочих. В принципе, могу сказать, что заниматься тут интересно. И советую, чтобы последующие курсы поступали себе на военно-учебный центр. Для подготовки высококвалифицированных инспекторов военной полиции военно-учебный центр полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Также имеется склад с учебными военными инструментами обороны. На селожах вы видите общейсковые защитные комплекты стрелок, бинокли, модульные индивидуальные комплекты кокон специалистов военной полиции, командирские ящики. То есть, все имущество, оборудование необходимое для подготовки специалистов в нашем учебном центре имеется. Также у нас получено средства индивидуальной защиты, противогазы, ОЗК. Имеется инженерное имущество, все получено необходимое. В военно-учебном центре на базе Ингурского государственного университета ежегодно смогут проходить подготовку 100 студентов, обучающихся по очной форме. Обучение рассчитано как в классных помещениях, так и в военно-полевых условиях. Занятия раз в неделю по субботам с 8 утра и до 5 вечера. Вводные предметы у нас идут. Строевая подготовка, общевоинские уставы, военно-политическая подготовка. Даем АЗИ тактики, военно-специальной подготовки. В окончании обучения они проходят сборы месячные на базе одной из воинских частей. По окончанию военных сборов они проходят итоговую аттестацию. По результатам итоговой аттестации, при успешном завершении обучения документы передаются в военный комиссариат. Академическое образование наряду с профессиональной военной подготовкой поспособствует личностному развитию молодых людей, воспитанию их в духе патриотизма и ответственности перед Родиной. Амина Зязикова, Адам Гулоев, Султан Могушков, Магаз-24.